Привет, с вами интернет-манзин Семсорок и сегодня мы с вами рассмотрим стабилизатор напряжения Укртехнологии Infiniti 9000, который имеет уже обновленный дизайн и обновленную гарантию. С 1 июля 2018 года гарантия на данные стабилизаторы Укртехнологии идет 10 лет. Поэтому вот мы видим такой интересный новый стильный дизайн от производителя, также боковое подключение, но об этом все дальше. Чем хороши данные стабилизаторы? Тем, что они подходят обычно для совершенно разных ситуаций, в силу того, что у них очень широкий диапазон стабилизации. Можем его поставить как на квартиру, так на дачу, так и на дом, на производство. Девятка это вообще универсальная мощность, главное, чтобы по мощности подобрали правильно и тогда будет он стоять где угодно. Напоминаю, что диапазон стабилизации у него 116 285, то есть как очень низкое, так и очень высокое напряжение он будет стабилизировать и на выходе давать 220 вольт. С погрешностью примерно плюс-минус 10 вольт, ну и шагом тоже 10 вольт, из-за того, что у него шаг стабилизации по 10 вольт поднимается и по 10 вольт опускается. Это 16-ступенчатый электронный семисторный стабилизатор, то есть скорость срабатывания у него 20 миллисекунд. За 20 миллисекунд он ваше нестабильное напряжение делает стабильным и дает 220 вольт. Если у вас напряжение будет на выходе больше, на входе больше 285, и там до 295 примерно вольт, он будет стабилизировать, но уже с большей погрешностью на 295-99 где-то он отключится, сработает защита по верхнему напряжению. По нижнему, там еще ниже, там он будет работать меньше 100 вольт, но тоже будет ниже 116 работать на выходе с большей погрешностью. Но выходное напряжение, у него все равно защита стоит, что у него, какой бы у вас высокой или низкой не было, на выходе не будет больше 242 вольт и ниже 180 вольт. Это предусмотрено, то есть насчет этого можно не переживать. Как и во всех стабилизаторах Укртехнология, данный стабилизатор, он идет настенно-напольный. Вот, кстати, планка тоже идет в комплекте. В комплектации, вот в коробке все такое дело идет, паспорт с инструкцией, ну и планка, вот крышечка, которая закроет место подключения. Итак, настенно-напольный, то, что мы начали уже говорить. Вот у нас боковая часть, само место подключения вот здесь. Вот, включаем, выключаем, выключился стабилизатор. Когда выключен, можем переключить режим транзита и снова включить, посмотреть, что у нас на входе. На входе у нас показывает 184. Что на входе, то и на выходе. То есть это режим, если вы хотите, например, через него поварить, либо он у вас там сломался, какая-то авария. Переключайте режим транзита, чтобы без света не сидеть. И тогда вот у вас будет свет нестабильный, конечно, но на период поломки это нормальный вариант. Теперь мы возвращаемся к внешнему видеоаппарату. Значит, вот у нас кулер, который включается, когда перегревается или в жарком помещении находится стабилизатор напряжения. Ну и вот у нас, в принципе, давайте выключим, переключим режим стабилизации. И вот сервисные кнопки, с помощью которых можно переключать и дисплей. Мы потом его будем переключать и показывать. Опять включаем, смотрим, что отображается у нас на дисплее. Отсчет прошел и показывается у нас входящее, выходящее сразу же напряжение. Вот. Условия работы данного стабилизатора. Он должен быть в сухом, не влажном, не сыром помещении. Если он будет стоять у вас в таком помещении, то он даже небольшие минуса, его не так страшные. Хотя по паспорту там от 0 градусов он должен работать. Проверено, все работает, только чтобы не было сырости, влаги и резких перепадов температуры. Ну и теперь давайте мы перейдем к дисплею. Будем сейчас с помощью латеров наших понижать и опускать напряжение. Что стабилизатор будет нам выдавать. Итак, мы сейчас смотрим наш дисплей. Смотрим, что тут у нас показывает. Вот 112 уже. Делаем рабочего, видите. 116 согласно, все. 211 на выходе. То есть согласно погрешности плюс-минус здесь вольт, все выдержано. Давайте вниз еще опустим. Вот у нас что ниже. Вот при 89 он продолжает стабилизировать, но уже с большей погрешностью. На выходе 162 вольта. Теперь мы поднимаем напряжение, делаем его высоким. И видим, что он стабилизирует 224-225 на самой последней ступени уже стабилизация. На 295 где-то он отключится. Ну и вот мы можем посмотреть, меняя входящее напряжение, что на выходе у нас 220 вольт. С помощью сервисных кнопок мы можем переключать. Вот первый показывает меню, экран входное, второе выходное. Дальше тут в ампирожах нагрузка, температура трансформаторов. Ну и все дополнительно можно посмотреть еще. Ошибки тут будут выпадать, если будут какие-то такие случаться вещи. Ну и с помощью этих сервисных кнопок можно также настроить выходящее напряжение, либо там пороги изменить. Выходящее, если вам надо 230, то можете поставить 230, если у вас техника требует 230 вольт. То есть видим, в принципе, все, стабилизатор, как согласно заявленным своим характеристикам петраметром, выполняет свою задачу. Если говорить о технических характеристиках Infinity 9000, то номинальная мощность у него 9 кВА, максимальный входной ток у него 43 А, граничный импульсный ток 86 А. Высота у него 420 мм, ширина 330 мм и глубина 210 мм. Вес у него 21 кг. Например, при 120 вольтах он сможет тянуть мощность 4,9 кв, при 145,7 кв, при 160 и 6,5 кв, при 180 и 7,4 кв. Но в то же время при повышенных 260, например, уже будет 10,6 кв, при 280 и 11,5 кв. Интернет Мазин 740 является официальным дилером-дистрибьютором стабилизатора напряжения Укртехнология. Мы приглашаем посетить наш офис и демонстрационный зал, чтобы убедиться в нашем качественном продукте, который мы поставляем и продаем, предлагаем. Если вам понравился наш видеообзор, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, будете всегда в курсе самых актуальных последних наших видео. И также спасибо всем нашим покупателям, которые приобретают продукцию у нас. Благодаря вам мы продолжаем снимать эти ролики и дальше развиваться. Согласно закону Украины, сгибно прав с поживочев, в течение 14 дней мы поддержим грантию по возврату или обмену стабилизатора налога, если вам такая необходимость есть. Спасибо за внимание. Будут вопросы, звоните, обращайтесь, заказывайте. Будем рады сотрудничеству. Спасибо за внимание.